В Киеве 21.00. Здравствуйте! Это итоговый выпуск дня на UATV. Вначале о самом интересном, коротко. Десять долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете столько стоит человеческая жизнь. В мире больше нет чужой войны. Украинская тема на саммите ООН. Угнетает, унижает. Получается, что ты, понимаешь, букашка. Эдем Бекиров о российских тюрьмах, свободе и планах на жизнь. Эксклюзив UATV. Для врагов он неуловимый. Понимал, что все, мне уже хана. В голове я подсознательно думал, что ну кого успеть первого. Живая легенда украинской разведки. Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов начнется в Нью-Йорке через 15 минут по киевскому времени. Предположительно, лидеры обсудят российскую агрессию на Донбассе, реформы в Украине и военную помощь. Ранее Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Сказал, что его приоритеты – это окончание боевых действий на Донбассе, возвращение всех украинских территорий и мир. Больше деталей расскажет корреспондентка UATV Юлия Башко. Речь Владимира Зеленского открыла второй день дебата в неделе. Высокого уровня она длилась ровно 15 минут и была посвящена ситуации на Донбассе. Эта пуля стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете столько стоит человеческая жизнь. Таких историй тысячи, таких пуль миллионы. Добро пожаловать в 21 век, век возможностей, где вместо быть услышанным, вы можете быть убитым. Человека, историю о котором я вам рассказал, звали Василий Слепак. Это украинец, солист парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии. По словам Владимира Зеленского, за 5 лет агрессии России в Украине погибло 13 тысяч украинцев, еще 30 тысяч пострадали. Он заявил, что в мире больше нет чужой войны, никто не может чувствовать себя более в безопасности. Кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил? Безусловно, мы не ставим под вопрос авторитет международных институтов. В частности, организации объединенных наций. Но нужно признать, механизм не безупречен. Эти механизмы начинают давать сбой, а значит, их нужно обновить. Второй день недели высокого уровня не менее насыщен, чем первый. Владимир Зеленский планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе и заблокированную США военную помощь Украине. Встреча проходит на фоне громкого скандала. Накануне спикер Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси, объявила о начале процедуре импичмента Дональда Трампа. Причиной стал телефонный разговор главы Белого дома с Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. В нем президент США якобы потребовал от украинских властей начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, соперника на выборах 2020 года. Сегодня Белый дом уже опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США с Владимиром Зеленским. Действительно, в ходе беседы Трамп заявил, что было бы здорово, если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности в Украине Хантера Байдена. Но в то же время американский лидер не увязывал со своей просьбой дальнейшее выделение Киеву финансовой помощи. Если хотя бы две трети сенаторов признают Дональда Трампа виновным, то импичмент действительно может состояться. Из Нью-Йорка Юлия Башко, Павел Суходольский, ЮЭТВ. Один украинский военный ранен на Донбассе с начала дня. Еще один получил боевую травму. Окупанты открывали огонь 17 раз. Били из запрещенного вооружения. В районе Красногоровки, Марьинки, Травневого, Новолуганского и Пивденного из минометов калибров 120 и 82 мм. Под обстрелами были позиции объединенных сил у Водянова, Опытного, а также Новотошковского, Светлодарска и Зайцева. Разведчик с позывным «Паук». Его называют живой легендой российско-украинской войны. Он награжден орденом за мужество. Руслан пустовоид, ходил в тыл боевиков, брал в плен террористов, был дважды ранен, но снова стал в строй. Враги называют его неуловимым. Для побратимов он бесстрашный и мужественный. Нашим корреспондентам боец рассказал о самых необычных спецоперациях своей разведгруппы. Я защищаю свой дом, своих детей, свою жену. Это в первую очередь. Вторую очередь – это наша земля. И здесь никто не должен ходить чужой. Люди, которые пришли к нам с оружием, они умрут от этого оружия. В 2014-м Руслан пошел на войну добровольцем. Участвовал в боях в районе Саурмогилы и под Иловайском. Оборонял Мариуполь и сражался на передовой в Широкино. «Паук» разработал и провел несколько уникальных спецопераций. Во время одной из них задержали 8 оккупантов. Хотя российских наемников было гораздо больше, чем спецгруппа украинских разведчиков. В неравном бою они лягли. Мы победили. В войну все забрали. Руслан вспоминает спецоперацию в оккупированном селе Саханка в июне 2016-го. Тогда с группой обнаружили опорный пункт противника. Террористы пытались взять в кольцо украинских военных. Руслан выдвинулся первым и попал в засаду. Но не растерялся. «Понимал, что все, мне уже хана. В голове я подсознательно думал, что ну кого успеть первого. И тут я начал кричать, кто командир отделения, ко мне. И тут один такой, я. Я говорю, молодой Астралий оказался, он россиянин. Я говорю, ко мне. Он такой, ко мне подошел, чуть ли честь не отдал. Ну такой, суетает, смотрю, эти оружия опускают». Тут же подоспели четверо разведчиков из группы Руслана. Завязался бой. Из 11 российских наемников трое были убиты. Остальные задержаны и разоружены. Группа Руслана вышла из боя без потерь. Боевиков передали СБУ. А прапорщика Пустовойта наградили орденом за мужество. «Украина! Боя душа! Украина! Боя душа!» Побратимы о «Пауке» рассказывают по-военному скупо. Но за каждым их словом уважение и уверенность в своем командире. «Настоящий командир. Чувствительный, правильный. И никогда не бросит пацанов в беде. Никогда не бросит. Очень волевой человек, сильный человек». «Настоящий герой нашей современности сейчас. Таких не очень много, но они есть. Тем не менее, они среди нас». Руслан был дважды ранен. Во время патрулирования территорией между Водяным и Широкиным в ноябре 2016-го группа «Паука» попала в засаду. Под пулеметным огнем один боец погиб, а второй километр нес раненого командира на себе. Несмотря на потери, разведчикам удалось передать по рации координаты террористов. «Мечтаю, чтобы, во-первых, у нас закончилась война. Это в первую очередь. Чтобы у нас перестали гибнуть свет нации. Те парни молодые, те мужчины, которые должны здесь расти детей, жить здесь и разбудовывать здесь державу, чтобы они перестали умирать там». Сегодня «Паук» снова в строю. Он на передовой. Руслан знает, что защищает самое дорогое. Свою страну, свой город и свою семью. Дома его ждут двое детей и жена. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь, Юэй ТВ. Он – единственный крымский татарин, освобожденный из российского плена в рамках обмена. Эдема Бекирова оккупанты обвинили в организации тайника с боеприпасами. Девять месяцев в застенках крымского СИЗО не прошли для него бесследно. После освобождения ему сделали сложную операцию на сердце. Впереди еще одна. Нужна и психологическая реабилитация. В разговоре с корреспондентом Юэй ТВ Ольгой Волынец Эдем Агапа обещал, как только поправится, продолжит борьбу за всех украинских политзаключенных. Историей Эдема Бекирова мы продолжаем цикл «Освобожденные». В больничной палате Эдема Бекирова каждый день гости. На столе крымско-татарский кофе, за столом разговоры о жизни на свободе. Ты на свободе. Ты сел на машину, поехал туда, ты захотел, пошел в гости к родственникам. Друзья расспрашивают, как это – очутиться в лапах оккупанта. Угнетает, унижает. И получается, что ты, понимаешь, букашка. Букашка, которая тебя раздавит, это ровным счетом ничего не стоит. Специально для интервью он надел особенную футболку с первым муфтием Крыма Наманом Чилибиджиханом. С 15-го года она блокаду прошла нашу крымскую. В декабре 2018 года Эдем Бекиров готовился к операции на сердце. Перед этим решил поехать к родным в Крым. У меня дочь живет, ночь живет, моя любимая тещенька там живет. Я ей думал, поеду, ночь побуду с ней, пообщаюсь, она там почитает молитву и дорогу. И я уже оттуда выеду. И судьба, пришлось к ней попасть через 9 месяцев. Жена Адема Гульнара – член Меджлиса крымско-татарского народа. Россия организацию назвала террористической и тщетно пыталась ее дискредитировать с помощью Бекирова. Я с первого дня сказал, я буду сидеть столько, сколько нужно. Никаких соглашений, никаких договоров с вами я держать не буду. Активиста обвинили в перевозке и распространении тротила и патронов. На этом видео Бекирова на костылях ведут сотрудники ФСБ. Инвалид первой группы, ампутированная нога, шунты в сердце и сахарный диабет. С таким набором болезни мужчина стал террористом. Поддерживать Адема Бекирова под суды приходили сотни крымских татар и украинцев. Адем Бекиров медленно умирает в следственном изоляторе. Когда посадили на инсулин, начали своим инсулином. Было плохо, были такие моменты, отекал полностью, губы аж вываливало. С ростом инсулина растет, уровень сахаров растет. Что они кололи, один сливочный. К обмену не готовился, но представлял, как снова увидит украинскую землю. Я всегда этот момент мечтал, сидя в тюрьме, я думал, когда-то домой вернусь. Но я не так, я не думал, что у меня там самолеты будут. Но я всегда хотел только пересечь российскую землю и кричать на весь голос «Слава Украине!». Адемага благодарит адвокатов, правозащитников и всех, кто помог стать свободным. У меня нет слов благодарности. Я перед всеми преклоняю свою голову и благодарю всех. Уже через три дня после освобождения в Киеве Адему Бекирову сделали сложную операцию на сердце. И несмотря на то, что сейчас он все время находится в больнице, активно следит за ситуацией в стране. Так же, как это было и в тюрьме. У нас армия есть, у нас войска есть, у нас дух армейский есть, у людей. Украина вообще другая сегодня стала. Народ другой стал. Наш народ никогда не боялся России. И в 2014 году, когда она их все начиналась, наш народ первый начал кричать, потому что он знал, что за собой несет Россия. Освобожденный политузник хочет взяться за работу по освобождению тех, кто до сих пор сидит за российской решеткой. Ольга Волынец, Руслан Белозеров, ЮЭТВ. Лечение бесплатное, оборудование по последним технологиям, а врачи приезжают к пациентам сами. Уникальную стоматологическую клинику для военных создали волонтеры в прифронтовой Карловке. Кроме стационарного кабинета работают и передвижные, в переоборудованных автомобилях. За 4 года в проекте приняли участие более 200 врачей. Через их руки прошли 35 тысяч армейцев. Как работает уникальная клиника, видели корреспонденты Вейтиви. Важно, чтобы шея была у тебя ровненькая. Ростислав несколько недель мучился с плюсом. Врач делает 3D-снимок и начинает лечение. Огромная благодарность. Огромная благодарность. Если бы не они. Сейчас трудно говорить. Открытая рана. Сейчас будем продолжать лечение. Лечит пациента стоматолог из Запорожья Игорь Ященко. Вместе с коллегами он и организовал стоматологическую помощь солдатам. На передовой и в тылу. 4 года назад купили подержанную машину и переоборудовали в передвижной кабинет. Потом переделали еще три фургона. Здесь вся необходимая техника. Рентген, лаборатория, бормашины. Все за личные средства и помощь волонтеров. Такого уровня стоматологической помощи на сегодняшний день я смело могу вам сказать. Даже в частном секторе стоматологии очень дорогом нет. Лечение для военных бесплатно. Стоматологи приезжают со всей Украины. Работают по 13 часов в сутки. Ну, во-первых, помочь ребятам, получить квалифицированную помощь – это очень важно. И набраться опыта, соответственно. Сегодня мы занимались хирургией, удалением 17-го зуба и лечением канала 16-го. В прифронтовой Карловке обустроили и стационарную клинику. На первом этаже дома кабинет. На втором – комнаты, где живут стоматологи. Перед отъездом каждый оставляет здесь отпечаток своих ладоней. Вообще в нашем проекте приняло участие больше 200 врачей со всех уголков Украины. Западная, восточная, центральная, даже с оккупированной территории. А пациентов больше 35 тысяч. Волонтеры-стоматологи создали единую электронную базу пациентов. Мы создаем универсальную карту пациента, где есть все. История лечения зубов, рентгеновские снимки, пропорции лица. И специалист, который может находиться в другом городе, во Львове, или в Киеве, или в Испании, он может со своего мобильного зайти, открыть карту пациента и сказать, ребята, этот зуб не нужно удалять, его можно еще спасти. От Карловки до оккупированного Донецка 20 километров. До передовой еще ближе. Рядом водохранилище. До войны тут отдыхали жители Донецка. Теперь проводят свои отпуска врачи-волонтеры. Вера Федорова, Артем Степанов, Донецкая область, ЮАИ-ТВ. Уже через несколько дней Киев превратится в открытую арт-галерею со световыми скульптурами, инсталляциями и проекциями. В украинской столице пройдет Киев Лайт Фестиваль. Фасад столичной мэрии станет холстом для международного конкурса по 3D, а в космос отправят луч детских мечтаний. Тамара Кононенко первая увидела часть зрелищного шоу и готова рассказать подробности. В этом на первый взгляд обычном офисе рождается волшебство. Команда украинцев создает проекты дополненной реальности, оживляют мультгероев и архитектурные памятки. Нужно лишь навести смартфон со специальным приложением на книжку. Мы работаем уже в 54 странах. На сегодняшний день мы входим в топ-20 лучших компаний в мире в области дополненной реальности. Дополненная реальность – это соединение цифрового мира и реального мира. Специально для фестиваля света создали уникальное приложение. Оно станет частью проекта «Луч детских мечтаний». В космос символично направят луч сотни тысяч закодированных детских рисунков. Котик понравился нам очень стилизованный. И мы также сохранили вот эти сердечки, которые ребенок нарисовал, как видите. Постарались сохранить максимально стилистику, что это именно рисованные ребенком. Какие-то неровности, какие-то штришки, не идеальные, не симметричные где-то. Вы бесплатно скачиваете до этого мобильное приложение, наводите на вот это красивое световое шоу, и вы видите, как на самом деле те картинки, которые дети нарисовали, становятся 3D-моделем, они становятся объемными. Они кружатся вокруг этого здания. Разработчики говорят, не обошлось и без сложностей, с которыми тоже справились. Основная сложность в работе с этим приложением была то, что это видеомаппинг, то есть некие видеослайды, которые с помощью проектора крупного показываются на здании. И дело в том, что, в принципе, наверное, нету сейчас ни одной компании, которая бы занималась дополнительной реальностью, которая бы привязывала доп. реальность к видео. И как бы мы первопроходцы. Международный фестиваль света пройдет в Киеве уже в эти выходные. И зрелищное шоу можно будет увидеть на здании Киевской городской администрации. Тамара Каноненко, Сергей Ильинский, UATV. Вечер бокса «Украина-Мексика» проходит в Киеве. Главный бой сегодня украинец Карен Чухаджан против мексиканца Хосе Гваделупе Росалеса. Болеет за наших боксеров и наша корреспондентка Елена Дидух. У нее можем узнать подробности. Елена, добрый вечер. Как выступили наши спортсмены и что сейчас происходит в ринге? Добрый вечер, Наталья. Ну, страсти у нас накаляются буквально с каждым поединком. Становится все жарче. Сейчас уже четвертый, предпоследний бой вечера. Андрей Великонский, боец из Мариуполя. Ему противостоит мексиканец Хосе Кастанеда. Это уже сейчас будет шестой раунд, восьмираундового поединка. Я предлагаю переместиться на ринг. Там вот сейчас как раз боя мы не видим. Ринг-Гелл объявляет следующий раунд. Только что побывал уже на ковре мексиканец. И наш боксер, ну, очевидно, лидирует. Накануне этого боя Арам Фаньян одолел Гильберта Меза в восьми раундах. И наш молодой боксер Заравор Петросян в седьмом раунде досрочно победил техническим нокаутом. То есть пока вот в трех боях лидируют украинцы. Две победы уже есть. Я предлагаю послушать синхрон Заравора. Он поделился с нами своими впечатлениями сразу после боя. Давайте послушаем, что он сказал. Готовился на очень плотный бой. На все восемь раундов. Потому что мексиканцы не сдаются и тоже идут до конца. Из-за этого я тоже выложился сегодня на сто процентов. Ну, начало вроде было за мной. Потом тоже за мной, но чуть уже потяжелее было. И потом в седьмом раунде я где-то начал, в шестом-седьмом находить его. И ловить кураж. И добавлял, добавлял. И вот на восьмой раунд он уже не вышел. Ну, и после этого поединка мы ожидаем уже главный бой вечера. Это будет Карен Чухаджан против Хосе Гваделупа Рассалеса. Главный бой вечера. Уже, я думаю, завтра утром в утренних новостях мы вам расскажем, как закончился этот поединок. И поделимся подробностями вечера бокса. Наталья. Спасибо большое, Елена, что поделилась атмосферой такого теплого, горячего вечера. Елена Дидух наблюдает за поединками украинских боксеров с мексиканцами. Это вечер бокса Украины против Мексики. И пока украинцы лидируют. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uatv.ua. На сегодня у меня все. Прощаюсь с вами до завтра. Увидимся и оставайтесь в UATV. Редактор субтитров А.Семкин